Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Альфия, и сегодня я вам покажу свои очередные покупки. На этот раз здесь будут у меня покупки в основном цветы, какие-то новогодние веточки. Вот я придумала сделать небольшую новогоднюю композицию. Ну и в общем всё, что связано в основном с Новым годом. Ну, долго не буду томить, начнём. Я купила парочку вот таких коробок подарочных. Мне очень понравилась вот эта вот полоска, и всё-таки звёздочки. Ну и красный, мне кажется, это самый такой новогодний цвет. И здесь вот так вот можно собрать какой-нибудь подарок из каких-нибудь классных составляющих. В общем, взяла таких несколько штучек, потому что мне прям надо много. И ещё не могла пройти мимо такой вот коробки. Смотрите, какая она классная! Она вот прям вся, ну вот просто идеальная, как я думаю. Она из более плотного такого картона. И вот внутри у неё тоже вот такой декор. Если там они маленечко попроще, то это вот прям классная. Я придумала, что я здесь буду собирать подарки для своего мужа. О, мне кажется, вообще она классная просто. Красота! Ну и начнём маленечко уже с таких составляющих. Я взяла такие вот ёлочные шишки. Они были разные, были белые, вот с белой краской, были простые. Я взяла парочку вот с белой и одну простую упаковку. Значит, я и правда найти сейчас не могу. Вот. Ну, это классно, потому что их можно привязать красиво лентами к ёлке. И вот я люблю, когда на ёлке вот покрашения и вот такие шишки разные тоже висят. Это прям классно. Я считаю, прям круто. Ещё я взяла такие подсвечники. Мне они очень понравились. Мне кажется, что для Нового года такие можно использовать. Ну и учитывая, что я лично, конечно, люблю свечи, поэтому я спокойно беру себе подсвечники, потому что я знаю, что я этим точно буду пользоваться. Короче, вот так это выглядит. Видите, здесь просто сюда какая-нибудь греющая свеча ставится. Ну и в целом они такие прям нарядные, воздушные. Мне понравилось, что здесь пусть и вот такое всё варварское великолепие, но оно не сильно так блестит, то есть нет всяких там стразин. Просто из такого, как будто металла сделано. Смотрится достаточно хорошо. И мне показалось, что вот парочка таких свечей на нашем новогоднем столе или просто даже когда вот я буду уже украшать квартиру к Новому году, я уже могу в таких подсвечниках зажигать свечи. И это будет дарить мне новогоднее настроение. Ещё для подарка, правда, я взяла такую коробочку для печенья. Я хочу испечь ещё имбирное печенье в подарок. И вот в ней можно красиво преподнести. Также обвязать потом лентой. И вот будет прям классно смотреться. Что-то в этом году у меня в основном на серый цвет. Серый и красный. Серый, белый и вот красный. Почему-то в этом году у меня на эти цвета тянет очень сильно. Хотя год ожидается жёлтый, по-моему, земляной поросюшки. Ну, что-то вот я не золото, а вот именно серебро. Хотя я люблю золото. У меня как бы нет никаких этих. Ну, ещё я взяла такие свечки шоколадные. Это вот в подарок взяла. Потому что я ещё на подарок купила ещё один подобный подсвечник. Вот хочу туда сразу рядышком положить, чтобы оно было. Ещё мне понравилась очень такая кисточка. Это брошка такая текстильная с кисточкой магнолия. Мне показалось, что её вообще классно. Конечно, деткам можно куда-нибудь придумать. Но для себя я, наверное, буду её цеплять к вышивке. Мне показалось, что ну очень уж она красивая. На одежде я пока такое не вижу. Если у меня что-нибудь попадётся, то, наверное, прицеплю. Но она слишком для меня, конечно, велика. Хотя я люблю объёмные броши, но это всё-таки too much. Поэтому я решила, что для вышивки это будет лучшее решение. Ещё я взяла, вы представляете, за 88 рублей. Я не знаю, что это получится, но я хочу попробовать сшить. Здесь макет выкройки для куколки. Ну, просто обычно они стоят намного дороже. А тут я увидела. Вот, видите, тут можно будет выкроить и сшить тельце. И, получается, я ещё взяла вот такие вот волосюшки. Ну, и присобачить волосы. Короче, я ни разу ещё такое не пробовала. Но тут увидела, меня поразила цена. Я решила, что надо брать. Также глазки тоже в комплекте. Вот малявочки. Короче, я хочу попробовать и сшить. Потом, конечно, нужно будет сшить ещё одежду. Но у меня есть много ткани. И поэтому я думаю, что для меня не будет этой проблемой. Но я не смогла пройти мимо, потому что это слишком дёшево. Потому что обычно такие всякие наборчики уже стоят 500 и выше. Ещё. А, ну теперь давайте перейдём уже к цветам. К самому основному. Я взяла вот такие три ветки еловые. Ветки, конечно, достаточно дорого стоят. Учитывая, что они не сильно объёмные. Вообще, там были разные, конечно, ветки. Но, знаете, вот с каждым годом я всё-таки убеждаюсь в том, что хоть и сезонный вот этот момент, но он почему-то стоит намного дороже, чем цветы. Цветы я могу круглый год купить. И они будут у меня нормально актуальны круглый год. А ветки всего лишь там, ну, месяц-полтора. Ну, что-то на них больно недорогая цена. Поэтому я каждый год, конечно, так скрипя сердцем, но покупаю. Ещё я взяла несколько вот таких веток. Смотрите, как они классно смотрятся. Я вообще в восторге. Я хочу сделать наподобие веночка что-то попробовать. Либо на стол. Вот, видите, я взяла прям много веток. Мне понравилось то, что у них очень хорошая зелень. Она приворошена, вот видите, как будто снегом. Он не осыпается, потому что некоторый снег есть, который осыпается, но этот нет, этот прям хорош. И ягодки такие прям классные. Короче, попробуем, посмотрим. Ждите на моём канале. Может быть, что-нибудь у меня получится. И я смогу сделать красивое что-нибудь. Ещё я взяла такие вот украшения. Здесь барабаны красные, такие тканевые, как яблочки, да, и подарки. Хочу часть тоже пустить на декор нашего венка. Ой, не знаю даже, вот говорю, не знаю, что получится. Будем смотреть уже по ситуации. Ещё я взяла вот такие цветы, эти пионы. Я уже вам их показывала, поэтому не буду долго рассказывать. Они красивые, они нежные. Давно их не было. Вот увидела, решила взять. А вот это вот прям новинка. Ну, вот это тоже новинка. Это эскалипт, у которого уже зафиксированы листочки, и они такие более тканевые. Мне прям понравились. Очень натурально выглядит. Можно... Но здесь, правда, всего вот 3-4 ветки получается. Вот и одна маленькая, да, 4 ветки. Ну, в целом-то смотрится очень даже круто, поэтому я не смогла его не взять. Ну, а это вот новинка. Смотрите, какие красивые. Что здесь это? Это, наверное, раненку. Потому что здесь у меня написано... А, нет, камелия, представляете? Это камелия. Ой, вам было. Отсвечивала. Взяла в трёх цветах. В белом, в таком тёмно-пыльно-сиреневом и пыльно-розовом. Очень красиво смотрятся. Высокие достаточно ветки. Наверное, я не буду их делить и укорачивать, и делать с ними какие-то суперсложные композиции. Наверное, я просто вот так оставлю букетом. Потому что, ну, очень уж красиво смотрятся. Если будет какая-нибудь ещё и ваза, то прям классно, наверное, будет. Поэтому очень уж они мне понравились. Не смогла вот просто не купить. Из маленьких цветочков взяла такие, а к ним в декор пойдут ветки хмеля. Хмель, видите, такой немножко с сиреневым цветом. Я подумала, что будет смотреться прям хорошо. Ну и плюс, вот здесь парочка веток хмеля. Плюс взяла такой декоративный горошек. Он вообще в припудренных тоже тонах таких, вот с листочками припудренными, и в нежных-нежных тонах. Мне показалось, что здесь тоже будет хорошо смотреться. ещё из зеленушек новых. Смотрите, какая классная вещь. Сейчас скажу, что это. Это укроп. Ну вот он тоже смотрится достаточно хорошо. Не знаю, куда я его пока задействовать, но пусть будет. И так, букет зелени чайный. Не знаю, что за зелень, если честно. Ну, пусть будет тоже. Короче, я подумала, что можно собрать какой-нибудь вот такой небольшой букет, разбавить его красивой, интересной такой зеленью, и посмотреть, как это будет смотреться вместе. А вот и мои остальные шишки, которые я взяла белые. Вот видите, беленькие и обычные. Вот, буду развешивать на ёлке, и часть у меня уйдёт на мой веночек. Ещё я взяла такой наполнитель. Наполнитель, это резаная такая бумага, гофра бумага. Я подумала, что будет классно, если я буду вот в этих вот коробочках раскладывать, вот в таких коробках раскладывать не просто подарок, чтобы он там отелялся, а вот именно, чтобы был в наполнителе. Собственно, все так делают. Ну, и я решила, что не буду исключением, и тоже так попробую сделать. Также взяла красную. У вас она выглядит очень какой-то малиновой даже. На деле она тёмно-тёмно-тёмно-красная. Чуть-чуть вот до Марсала не доходит. Вот написано «Вишня». Вот, немножко такая красная. Хотела, потому что поддержать общую гамму с коробочками. Ну и что же ж? А, и взяла, смотрите, какой небесный, нежный такой голубой цвет. Это плёнка матовая. Я её взяла для упаковки букетов или подарков. Сейчас хочу посмотреть. О, она прям классная. Она реально матовая, и у неё небольшое совсем мерцание есть. Сейчас покажу, как здесь вам будет видно. О, прям под мой маникюр. Нет, конечно, вам мерцания видно не будет, но вот мне нравится, что она прям классная. Она очень матовая, и она так смотрится очень хорошо. На неё упаковать что-нибудь будет очень красиво. Ну и взяла ещё вот такую плёнку. Она тоже матовая, она прозрачная, с белым орнаментом. Сейчас покажу, каким. Вообще, да, класс? Вот прям понравилась именно матовость эта, потому что иногда некоторые подарки классно заупаковывать именно вот так. Но и букеты, конечно, в такой хорошей, дорогой упаковке смотрятся намного лучше. Поэтому я тут в этом деле маленечко маньяк. У меня очень много упаковочной бумаги и очень много различных лент. Ещё я взяла такие два набора, но это я взяла на подарки. Здесь фетровые наборы. Если честно, я эту школу талантов, да, я её ни разу не видела, эту фирму, но посмотрела, и у них очень хороший наполнитель. То есть все эти пайетки, бусики, да, вот сам фетр. Ну, всё хорошо, поэтому я решила взять Деда Мороза и Снегурочку. Пусть будут вместе парочкой. Сделает моя подружка, которой я подарю себе такие игрушки. На этом точно всё. Вот сейчас смотрю. Да, всё. Всем вам большое спасибо за внимание, за то, что вы посмотрели про мои покупки. Мне как было приятно с вами поделиться своими новыми приобретениями. Ну и что же, будем ждать новое видео. Я хочу попробовать сделать вот эти различные композиции из того, что купила, из того, что у меня уже есть в наличии. Посмотрим, что же интересного в этот раз у меня получится собрать. Всем вам хорошего настроения. Спасибо за компанию ещё раз. Пока-пока! Продолжение следует...